Пятидневка, уроки на трех языках, отмена бумажной отчетности в школах, ЕНТ для выпускников колледжей. Планы работы на ближайшее время сегодня озвучил главный педагог страны. В режиме онлайн Ерлан Сагадеев общался с тысячами казахстанских учителей. На связи находились и североказахстанцы. Какие реформы ждут сферу образования, расскажет Ирина Панфилова. Разговор министра образования и науки страны Ерлана Сагадеева с общественностью проходил в Евразийском национальном университете имени Льва Гумилева. На селекторной связи находились все регионы Казахстана. В режиме онлайн доклад главного педагога республики слушали 3,5 тысячи человек. В последнее время сфера образования была одной из самых обсуждаемых тем среди казахстанцев. Грядущие изменения и новшества вызывали много слухов и опасений. И вот, наконец, глава отрасли расставил точки над «и». Эксперименты все закончились. Теперь мы приступаем к планомерному внедрению того, что наработано за последние 15 лет. Более 53 тысяч преподавателей прошли уровневые курсы повышения квалификации по методике обновленного содержания. Как вы знаете, и, кстати, уже получили надбавку в заработной плате. То есть преподаватели базово готовы, они прекрасно понимают, о чем идет речь. В этом году намерены ввести в эксплуатацию 34 новые школы, начать строительство еще 42. Что касается пятидневки, то она будет вводиться постепенно, впрочем, как и трехязычие. Только в 10 и 11 классе, и только с сентября 2019 года, то есть через три года, и только по четырем предметам – химия, физика, биология, информатика, преподавание – будет вестись на английском языке. Русские языки, литература, всемирная история будут вестись на русском языке, независимо от языка обучения. А еще со следующего года единое национальное тестирование будут сдавать и выпускники колледжей. Соедержание ЕНТ изменится. Он уйдет в сторону функциональной грамотности, как это сделано во всех развитых странах. Его можно будет сдавать не один раз. Поэтому я прошу директоров школ, района, облано, ЕНТ больше не есть часть вашего рейтинга. На ваш рейтинг он влиять не будет. Поэтому, пожалуйста, вы на учителей не давите. Желающие могли задать Ерлану Сагадееву вопросы. Поступали они не только из зала, но и по селекторной связи из разных уголков страны. Больше всего педагогов интересовало развитие сети частных детсадов и перспективы профессионального образования. С 2017-го получить первую рабочую специальность казахстанцы смогут бесплатно. А еще с нового учебного года министерство планирует отменить бумажную отчетность в школах. Плюсы, что там бумажная волокита исчезнет, потому что мы очень много времени тратим. В ходе диалога с главным педагогом страны учителя и журналисты не боялись поднимать и острые вопросы. Например, о поборах в школах на ремонт и праздники экскурсии. По словам Ерлана Сагадеева, о проблеме он знает, ее будут решать. Но как конкретно министр не сказала, вместо этого плавно перешел к теме привлечения в образование частных инвестиций. В ближайшее время подобные встречи с общественностью проведут и главы других ведомств страны. Организуют диалоговые площадки по поручению главы государства Нурсултана Назарбаева. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев, Новости МТРК.